Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 февраля и вот как раз настала пора показать вам результаты моих опытов по калибровке семян перца. Кто не видел этот видеоролик, я вам напомню, что некоторое время назад я рассказывала всем, что в интернете очень часто можно прочитать такой совет, как отсортировать, откалибровать плохие семена от хороших в соляном растворе, в воду опустить, те, которые утонут, хорошие, а те, которые легкие, всплывут, те неполноценные, их нужно выбрасывать. Я вот много лет назад уже обожглась на этом опыте, и я знаю, что выбрасывать верхние семена с верхнего слоя не нужно, они тоже полноценные. И для того, чтобы доказать вам это, я вот ненужные семена, которые остались лишние с позапрошлого года, провела такой опыт, столовую ложку соли в литре воды развела, все это замочила, 10 минут подождала, верхние убрала, ну как, рассортировала, верхние убрала как плохие, а нижние оставила как хорошие. Положила в мокрую ткань и держала их во влажном состоянии без различных стимуляторов, просто потому что все равно мне их выбрасывать. И вот смотрите, вот уже результат. Видите, семена проклюнулись, и как вы думаете, какие из них в каком лоточке плохие, как нам вот ученые говорят, что эти семена, они уже непригодны, не жизнеспособны, а какие хорошие. Результат получился парадоксальный, как всегда, там где всходы дружные, там где они очень такие, даже видите, даже семидольные листья уже здесь выросли без грунта, безо всего, все они хорошие такие прям, и их много-много-много, это те семена, которые вот в статье нужно было выбросить, которые всплыли, которые написано, что это значит негодные семена. Те, которые опустились, они тоже, конечно, взошли, но они взошли не так дружно, они, конечно, будут еще всходить, потому что у нас и дома было прохладно, и стимулятор я не приготовила, если их простимулировать, вот видите, крошки, эти росточки все равно выдвигаются. Но тем и парадоксальным, я называю, результат, что вот эти, которые нам советовали выбросить, они взошли намного дружнее, они все, да, они сильные, уже зеленые листья образовали. Вот нежизнеспособные семена, как себя ведут. Зачем я показываю этот вот видеосюжет, с чего я начала? Это еще раз подтверждает то, что начинающим огородникам не нужно на слово верить никому. Не ученым, которые пишут в статьях, вот эти вот статьи именно печатают ученые, которые нам доказывают, что те, которые всплывают в семена, те мертвые, нежизнеспособные. Ну, на самом деле, все эти научные выводы иногда разбиваются о нашу практику. На практике получается совсем другой результат. И вот вы не слушайте никого, пока вы сами не проверите, не верьте. Я тоже, и вот многие уже пишут, что мы тоже повыбрасывали все это, а когда уже увидели, что выброшено где-то там в ведре, оно все проросло. И огород – это тот случай, когда все нужно проверять на собственном опыте, перед тем, как выбросить. Ну, подержите их во влажной. Уже один зритель тоже написал, где вы раньше были, я выбросила дорогущие семена, несколько пачек. Я вам говорю, что особенно семена больших фирм, они сильно пересушены, они обязательно всплывут. И вы их обязательно воспримете за мертвые семена, за пустые. А они просто пересушивают для перестраховки, чтобы не заплесневели. Вот, этот совет, может быть, кому-то поможет. И вот сейчас как раз, я думаю, раз они так дружно взошли, я как раз хочу вырастить с них черную ножку. Потому что мне все пишут, покажите, как выглядит черная ножка, что это за страшное такое заболевание. А так как у меня ее нет, ну, нет у меня черной ножки, сейчас, наверное, не может быть, потому что уже на солнце мы стоим, наши посевы у меня. Я хочу вырастить черную ножку искусственно, то есть создать условия, от которых я всегда вас предохраняю. Говорю, что не сейте густо, не заливайте лотки, не держите их в холодном, на холодном подоконнике. Вот я сейчас как раз делаю все, да наоборот, посею прямо вот так густо сплошняком, залью хорошо водой, буду поливать, чтобы там у нас наконец-то родилась черная ножка, я смогла вам ее показать. Я вам ее покажу, и будете вы знать, что не нужно делать. И как раз мы посмотрим, посею также в два различных лотка, посмотрим, какие всходы будут сильнее, какая вот эта коробочка или эта быстрее заразится черной ножкой. Потому что вполне возможно, что если вот те семена, которые с точки зрения ученых были неполноценные, которые надо было выбрасывать, может быть, они и всходы дадут лучше, и будут они сильнее. Все, до свидания, с вами была Ольга Фернова, этот видеоролик Коротышко. Это вот парадоксальный результат нашего опыта по калибровке семян. То есть вышло все наоборот. Те, которые нам рекомендовали выбросить, взошли намного дружнее, чем те, которые опали на дно и считались как здоровыми, пригодными для посева. Все.